В младшей лиге клуба самых умных сегодня второй полуфинальный поединок. У ребят, которые выходят сегодня на подиум, пока еще не так много побед. Но зато очень много желания дойти до чемпионского поединка. И главное, сделать это не с насупленными бровями, а в настоящей яркой и веселой игре. Илья Малиновский из Нового Рогачика дважды становился финалистом своих поединков. Год назад уже играл за чемпионское звание и уверен, что узнал очень важный секрет. Что для получения знаний нужно только желание их получать. Москвичка Алена Труфанова тоже боролась за чемпионский титул в суперфинале. А кроме того, у нее тоже есть один очень важный секрет. Всегда хорошее настроение, потому что узнавать новое – это просто интересно. У Даши с Цессиной и Санкт-Петербурга в активе уже есть одна победа. Но она не считает, что это повод для гордости. А вот если выйти в суперфинал и стать чемпионом, вот тогда, может быть, и этот повод появится. Максим Дремов из Симферополя. Трижды играл самым умным и трижды останавливался в шаге от победы. Но в конце концов, должна же удача улыбнуться именно ему. А если так, то почему не сегодня? Владислав Чуганов из Владикавказа. Не думает о том, есть ли у него победы. Самое главное, он очень любит спорить. Значит, у него есть упорство. А если есть упорство, то вскоре обязательно появится победа. А у Петя Рудова из Долгопрудного в активе всего одна игра. Но уже в этой самой первой игре он стал победителем. А кроме того, он уверен, что и победы, и знания приходят только к тому, у кого есть цели. Итак, можно выходить на подиум. У каждого свой маленький секрет для победы. И еще простая ясная цель в игре. Трое лучших станут суперфиналистами. Трое лучших продолжат борьбу. Зазвание Чуганова. Субтитры создавал DimaTorzok Телеканал Интер приветствует всех на играх Международного клуба самых умных. Младшая лига продолжает полуфинальные игры. Сегодня второй поединок. Сегодня мы узнаем имена еще троих суперфиналистов сезона 2011 года. Я с удовольствием представляю претендентов на выход в главный поединок и на титул самого умного. Начну с первого игрока. Владислав Чуганов. Здравствуйте, здоровенки булы. Хеллоу. Я рад сегодня вновь участие в игре принять. С друзьями встретиться и новых обрести. Я рад, что увлечения мои мне в жизни могут помогать. Ну, все. Давайте начинать играть. Екатерина Дорошенко. Здравствуйте, я из города Житомира и рада снова стоять за этим игровым пультом, чувствуя вкус игры. Давайте же не будем томить зрителей и этого милого сурка ожидания. И начнем игру. Кирилл Крамской. Всем привет из города Киева. Поскольку на меня надеются многие, я постараюсь их не разочаровать. И так как в игре многое зависит от везения, я надеюсь, что удача повернется ко мне лицом. Всем удачи. Илья Малиновский. Привет всем из степного поселка Новый Рогач. Мы снова на игре. Радостно встретиться с товарищами по клубу и познакомиться с новичками. Наверное, каждый из нас здесь стоящих уже чувствует сладкий привкус победы. Но все же самое главное это игра, воспитывающая нас мужество, упорство, стремление двигаться вперед и не стоять на месте. Так давайте радоваться этому счастливому, но краткому моменту. Кирилл Кадыгроб. Всем привет из столицы Кубани, города Краснодара. Это моя четвертая игра. Со временем, не прошедшей с нашей последней встречи, увеличился список моих увлечений. Я стала ходить в телевизионную студию. Желаю всем интересной игры. Давайте же начинать. Елизавета Бреднева. Слава Украине. Привет всем из Павлограда. Ну, наконец-то, начался новый сезон игр. За все свои предыдущие съемки я успела приобрести здесь много друзей. И я снова встретилась с ними, чему очень рада. Надеюсь, эта игра будет яркой и позитивной. Михаил Кужекин. Здравствуйте. Я из Москвы. До сих пор моим лучшим результатом на игре является выход в третий раунд. Надеюсь, что удача сегодня повернется ко мне. Всем удачи. Алена Труфанова. Привет всем моим друзьям и телезрителям из Москвы. Вы уже определились, за кого будете болеть? Если нет, то поспешите, ведь мы уже начинаем. Сергей Гаврилов. Привет всем из Луцка, города украинских королей. Я желаю всем, чтобы игра была интересной, и пусть победит сильнейший. Максим Дремов. Здравствуйте. Я из Симферополя. Я очень рад в четвертый раз стоять за этим игровым культом. Мои увлечения остались прежними. Физика, астрономия и рисование. Я очень люблю животных, и поэтому хочу завести сурка. Дарья Сесина. Всем привет. Хотя осень уже подходит к концу, полуфинальные игры только начинаются. Впереди самый важный поединок сезона. Каждый может выиграть, и каждый может проиграть. Соперники очень сильные, поэтому всем удачи. И Петр Рудой. Привет всем. Я из подмосковного города Долгопрубой. Со времен предыдущей игры к моему увлечению добавилась социология. Я начал писать научную работу по теме «Массовая культура российских детей». Мне не безразлична судьба нашего поколения. И сегодня мы собрались здесь, чтобы сделать нашу жизнь интересней. Мы начинаем второй полуфинальный поединок. Будем бороться за три места в суперфинале, за звание Самоумного и за обладание этой зверушкой. А еще победитель сегодняшней игры получит специальный приз от партнера нашей программы интернет-супермаркета «Розетка.юэй». Внимание всем, кто хочет попробовать свои силы в игре Самоумный. Вы можете зарегистрироваться на нашем сайте умный.тв, так что играйте вместе с нами. Уважаемые игроки, рассказываю правила нашей игры. Всего в игре три раунда. В первом я задам вам 18 обязательных вопросов. Каждому вопросу предлагается четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Шестеро лучших пройдут в полуфинал. Вы знаете эти правила, поэтому вы меня невнимательно слушаете. И для того, чтобы вы меня стали слушать внимательно, я начинаю первый раунд. Внимание! Первый вопрос. Имя какого литературного героя Носитостров в Тихом океане, на котором несколько лет жил в одиночестве моряк, Александр Селькирк? Лемюэль Булливер, Робинзон Крузе, Эдмон Дантес или Питер Блад? Имя какого литературного героя Носитостров в Тихом океане, на котором несколько лет жил в одиночестве моряк, Александр Селькирк? Прошу вас, Елизавета Бреднева. Я думаю, что это Робинзон Крузе, потому что образ Робинзона Круза как раз писался с моряка Александра Селькирка. Абсолютно верно, и 11 игроков справилось с заданием. Я перехожу ко второму вопросу. У какого из этих животных есть беловежская разновидность? Скунс, песец, бизон или ленивец? У какого из этих животных есть беловежская разновидность? Петр Рудой. Я считаю, что это бизон, потому что в Беловежской пуще водятся зубры, ближайшие родственники бизона. Ни скунсов, ни песцов, ни ленивцев там по определению просто нет, Петя. Поэтому только четверо игроков правильно ответило на этот вопрос, сказав, что это бизон. А у нас третий вопрос. Название какого из этих минералов происходит от греческого слова, означающего луна? Селенид, Малахит, Нефрит или Фианит. Название какого из этих минералов происходит от греческого слова, означающего луна? Прошу вас, Кирилл. Это Селенид, потому что Селена в греческой мифологии была богиней луны. Абсолютно верно. Да, Селенид, правильный ответ. И все справились с заданием. Четвертый вопрос. Это фото вопрос, смотрим на экран. Жители какого из этих регионов создавали такие статуи? Месопотамия, Вест-Индия, Индонезия или Полинезия? Жители какого из этих регионов создавали такие статуи? Что скажет Илья Малиновский? Эти статуи создавались на острове Пасхе, остров Пасхи находится в Полинезии. Правильно. Полинезия – правильный ответ. И 11 игроков справилась с четвертым вопросом. Перейдем к пятому вопросу. В каком из этих видов спорта игры, как правило, заканчиваются с наименьшим счетом? Футбол, баскетбол, гандбол или регби? В каком из этих видов спорта игры, как правило, заканчиваются с наименьшим счетом?